Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я девушка, мне 23 года, всё моё детство болело алкоголизмом. Началось это, когда мне было 7, 9 до 14, пока мама с ним не развела. Маму убил, не бил, только мебель ко мне приставил. У меня были сеансы психотерапии, сейчас моя жизнь в порядке, когда нет триггеров. Я познакомилась с молодым человеком, он мне очень понравился. Оказалось, что отец тоже был алкоголиком и пил мать, но парень был ещё младше меня. Он тоже увлекается психологией и запретил себе пить, поэтому пил алкоголь только один раз в жизни. Мне с самого начала показалось, что мы очень похожи, одинаковые страхи, одинаковые реакции и поведение в отношениях. Мы прикипели друг к другу. Скажите, возможно ли при таком раскладе построить нормальные отношения или наше притяжение друг к другу скорее вследствие наших травм? Ну, я думаю, что по поводу того, чем является ваше притяжение и по поводу того, можно ли построить нормальные отношения, вам хорошо сказал Кудрячок Игорь Леонидович, мой коллега. А я бы, в свою очередь, хотел бы обратить внимание на следующий момент. Вы пишите, что у вас били сеансы психотерапии и сейчас ваша жизнь в порядке, когда нет триггеров, то есть триггеры остаются и если триггеры остались, значит психотерапия не была проведена до конца. Скажите, пожалуйста, что спорвигло вас на то, чтобы психотерапию начать и что спорвигло вас на то, чтобы психотерапию закончить? Вот, потому что, ну, она не закончена, она не закончена еще. Вам нужно, ну, нужно продолжать психотерапию, вот, потому что не до конца вы ее прошли. Дальше, вы пишите, значит, молодой человек увлекается психологией. Что значит молодой человек увлекается психологией? Что это значит? Вы пишите, он запретил себе пить, любой запрет это не очень хорошо. Дело не запрет. Вот, вы пишите, что мы очень похожие, ну, похожие люди не всегда привлекательные, друг для другу. Вот. Я думаю, что основная проблема здесь это личные границы и ответственность личная. Если у вас это будет, да, и если вы не будете проецировать друг на друга свои переживания, приписывать партнеру свои переживания, это возможно только если вот, как раз таки, психотерапия будет, то возможны отношения, конечно. Вот. Такая вот история. А просто что будет, если один вдруг перестанет быть похожим на другого? Вот. Понимаете? Со страхами можно, опять же, поработать, да, чтобы их не было или они меньше были. Вот. Такой ответ. Я думал. Поэтому смотрите сами. Чего, чего вы сейчас боитесь. Что сейчас вас тревожит. Вот. С этого попробуйте, попробуйте начать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на пробую работу. Желаю вам всего самого доброго.